всем привет видео про игру forever winter лутер шутер pvp pvn то есть против игроков и против окружающей среды ранний доступ поэтому pvp она такое очень весьма сомнительный на данном этапе разработки чего интересно это unreal engine five какой-то его итерации не знаю там с каким индексом игры очень высокие системные требования в плане видеокарты в базе она требует 2080 супер или аналогичную от м.д. рекомендовано 3080 чай или аналогичные от м.д. не знаю чем такое оправдывается но я вот конечно провел в игре приблизительно 30 часов и для тех кто интересуется некой новой интерпретации торкова на просторах интернета добро пожаловать просмотру этого видео попытаюсь рассказать что значит о чем игрок короткий сюжет какие-то детали которые не всегда видны на длинных стримах значит игра заключается в следующем высаживайтесь на карту как и торков высаживайтесь на карту там есть искусственный интеллект в виде каких-то персонажей до предполагается что должны быть еще и люди которыми вы конкурируете за лут расположенный на карте цель набрать лута оружие выполнить какие-то квесты и в точке выхода с карты эвакуироваться награбленным лутом если вас убивают вы теряете весь лут а также теряете оружие и патроны и аптечки с которыми вы заходили ну или какие-то другие приспособления с которыми вы заходили на карту и до невозможности просто и до невозможности интересно если это реализован то что начали конкретно этой игры вам предлагают пройти миссию испыгнул которая ознакомительную миссию которая просто обучит вас элементом управления игры я ее не буду проходить потому что она сбрасывает весь прогресс естественно когда вы пройдете миссию вы оказываетесь в неком поселение которое называется и нарц так стать хочу оговориться что в игре есть русский язык списки языков которые есть но использовать его я бы не рекомендовал потому что он не умещается в интерфейс игры пока наверное то есть все надписи на русском языке будут накладываться друг на друга и будет ну нечитабельно практик и так возвращаюсь в начале игры вы попадаете в поселение и так поселение которое выполнено его можно рассматривать как отдельный интерфейс то есть есть основная часть где заведены все я все 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 элементы этого поселения в одно меню но если вам это нужно вы можете бегать именно по поселению и заходить в каждое отдельное меню с помощью непосредственно взаимодействия значит основа игры сводится элементу который называется в игре в но нужно понимать у вашего поселения есть запас воды вот в данном случае запас моей воды 37 дней 37 дней это реальное время то есть она никогда не останавливается неважно присутствуете вы в игре или не присутствуете в игре но постепенно исчерпывается допустим если я 37 дней не буду заходить в игру то весь мой прогресс всех персонажей которые присутствуют у меня на базе он сбрасывается я должен буду начинать игру заново естественно все это дуплируется вот на таких экранах которых не говорят что сколько у меня времени осталось в данный момент 37 дней 4 часа и так и так далее сколько игра в раннем доступе естественно функционал практически минимальный по словам авторов которые публикуют почему игра в раннем доступе и почему вообще они не выпустили в раннем доступе они заявляют что основная цель раннего доступа в этой игре заключается в том чтобы наладить непосредственные связи сообщества и планируют они прислушиваться очень сильно к мнением игроков и самое главное в этом тесном кооперативе они планируют через год выпустить игру из раннего доступа как говорится они концентрируются на том что чем яснее общение с игроками тем быстрее игра выйдет из раннего доступа как и в аналогичной игре типа Таркова вашу базу можно апгрейдить то есть улучшать ее характеристики в данном случае минимум то есть что здесь можно построить на данный момент на данный момент можно два раза увеличить количество воды на 10 дней прибавить максимальное количество воды на 10 дней 20 можно построить крафт патронов и оружия и частей для оружия но части для оружия в данный момент не работают ну и некие визуальные улучшения в виде музыкальных систем каких-то свечек животных елочки на базу ну вот например давайте ёлочку построим вот ёлочка на базу она теперь должна появиться где-то у нас где у нас продавец оружия в общем как бы не особо полезный но не в этом в этой игре главное итак кто нужно знать игрок прямо после обучающей миссии заходите и значит у вас есть набор персонажей это старый человек некая девушка человек в маске шаман человек с головой оружие который в данный момент недоступен на которую обещают добавить и также бэгмен это человек который человек чемодан вероятно как то так это должно переводить значит я играю за шамана вот я доигрался до в игре существуют уровни престижа и также у каждого персонажа существует некие характеристики они уникальны например шаман может быть экспертом в легком вооружении экспертом по дробовикам а также может увеличивать характеристики бега ну то есть перемещение физически своей улучшать и улучшать количество носимого в чемодане лута как я уже сказал каждый персонаж уникален и для того чтобы это доказать вам я показываю например олдмен он является специалистом по медицине по среднему типу вооружения также тяжелому и также по количеству по использованию рюкзаков ну и так можно сказать про каждого персонажа вы можете заходить в каждого персонажа и вот эти характеристики менять каждую из которых характеристик можно улучшать за опыт который вы получаете во время игры самое интересное заключается в том что в этой игре существуют уровни престижа вот данный момент вы видите что у меня есть престиж восьмого 25 уровней престижа у каждого персонажа и каждый раз когда вы набираете опыт для улучшения нового уровня престижа вы можете его улучшить при этом все внутренние персонажа внутренние характеристики персонажа сбросятся в ноль то есть вот если бы у меня здесь что то да естественно каждую каждую эту характеристику я могу улучшать тоже за опыт который я выношу из игры просто убивая мобов вынося лут и так далее и так далее зачем нужен уровень престижа при уровень престижа повышает характеристики персонажа в обход вот этих вот характеристик которые внутри персонажа чем делают это прямо сразу на меньшее количество но при этом сбрасывается те характеристики как я уже говорил то есть разумно скорее всего поднять уровень престижа до максимума Или зафиксироваться на каком-то уровне престижа И потом прокачивать вот эти вот характеристики Я их практически не прокачиваю, я просто качаю престиж Естественно, как вы понимаете, что когда вода заканчивается В хранилище вашего поселения Все уровни престижа и уровни персонажей сбрасываются в ноль В игре есть несколько регионов, то есть несколько карт В данный момент доступны пять На которых вы можете выбирать точку высадки Если у вас достаточно урок Несколько, на некоторых я могу выбирать точку высадки На некоторых не могу, потому что я их не посещал У некоторых есть требования, чтобы открыть Например Зачем это нужно? Базовые задания с каждой карты Это просто зайти на карту Когда, чтобы вообще начать что-то делать на карту Вы должны появиться на карте и проследовать в точку высадки Естественно, вы можете собирать лут Но там есть квесты Просто пройти точки входа до точки выхода Для того, чтобы как-то там ориентироваться по карте В каждой карте есть свои квесты Которые привязаны к карте Квесты дают квест-гиверы Это три Это нейтральная фракция и две враждующие фракции Сама игра себе представляется таким образом, что в ее рамках воюют две корпорации Одна называется европанцы Другие называются азиопанцы Естественно, Европа и Азия, как вы поняли И они воюют между собой С помощью роботов, танков или там Вы в данный момент в этой игре Представляете слабую сторону, где вы за всем этим наблюдаете И пытаетесь в мутной воде получить некую свою выгоду Как вы видите, есть несколько квест-гиверов Это падальщики Восточная корпорация, спецназ и западная корпорация В те они представлены в игре только квест-гиверами Например Квесты даются как просто без привязки к какой-то карте Так и с привязкой к карте Вот, например, первые три квеста за эту корпорацию Нужно выполнять на определенных локациях Они здесь обозначены Поскольку игра в раннем доступе Квесты даются весьма хаотично Количество их меняется Практически там каждый час И можно подобрать себе что-то За квесты вы можете получить как оружие Оружие, кредит и опыт И, например, один день воды Плюс репутацию у этой корпорации Зачем нужна репутация? Потому что есть продавцы Продавцы торгуют неким оружием Они принадлежат какой-то корпорации Вот вы видите, например, продавец грилла От Европы у него у меня рейтинг Повышен до такого уровня Что он торгует мне за 75% стоимости Они, продавцы, они специализированы По, сконцентрированы То есть по оружию Фармакология Рюкзаки А также те, которые продают рекруты И придают припасы Например, продавец грилла Торгует оружием И торгует также патронами для этого оружия Количество патронов ограничено Но оно обновляется там С какой-то периодичным Также он торгует элементами для оружия Элементы для оружия максимально разнообразные Сволы, целью, магазины, глушители Все это можно купить Оно появляется Таотично, но надо учитывать Что оружие, с которым вы играете в миссии Оно повышает свой уровень И некоторые вещи для оружия Вы не можете купить Пока оружие не повышает свой уровень Также есть Всякие разные Начинки Ну, все-все про оружие Все элементы оружия Представлены Прицелы, глушители, коллиматоры Как я уже сказал Также есть продавцы Которые торгуют просто патронами Естественно, есть у продавца уровень Ну, это пока не работает корректно Но, вероятно, в полной версии игры Будет работать и обновление Которое вот здесь вот сейчас Представлено числами 0-0-0-0-0-0-0-0 Какого уровня патроны или оружия Также есть продавец Который торгует рекрутами Вот, кто такие рекруты Рекруты Это компьютерные персонажи Которые будут следовать за вами на карте Либо поддерживать вас огнем Как вот, например Вот этот персонаж Который называется Культист-Р Имеет 3000 здоровья И стоит 37 тысяч Либо просто мул Это бот, который просто дополняет И собирает там лук с карты Но он не принимает активного участия в бою Итак Поскольку уже понятно, что есть квесты Что есть нечто подобное на торгов Надо обратиться к главному продавцу Который торгует чемоданом С которым вы бегаете по зоне Чемоданы состоят Или риги Называется риги Они висят у вас за спиной Состоят из большого количества элементов Вот, например, вы видите Риг, который называется Пэк-му В нем присутствуют все элементы Лево на пиктограмме внизу Вы видите элементы Значит, M, L и S Это Large, Medium и Small Этот риг Мой персонаж Шаман не может использовать Этот риг Но Если вы будете прокачивать Другого персонажа Он доступен Каждый элемент вашего сундука Или Ну, чемодана Может быть Трех типов Первый тип Это С такими буковками M, L и S Это Участки Вашего чемодана В которые вы можете складывать Лут с карты Патроны Всякие разные Ништяки Которые вы собираете с карты Апгрейды для оружия И ТД И ТП В общем Всю мелочь Которые вы собираете с карты Вот внизу Вы видите Некий другой тип Пустой тип В пустой тип Вы можете собирать Большие элементы Лута с карты Такие как Один бочонок воды Ящик Закрытый Ящик Который можно после выхода с карты Открыть В нем будет оружие Или припасы То есть большие ящики Которые Можно собрать Но я покажу Это чуть позже Также еще существуют Другие типы Элементов Вашего рига Они вот здесь Обозначены Пиктограммой С пистолетом Для чего они нужны Нужны они для того Что во время игры С убитых Ботов Или других людей Падает Оружие Но оружие Это на карте Будет сломано Так вот Эти элементы Рига Нужны для того Чтобы собрать В них три В одну ячейку Можно собирать Три сломанных оружия Я их не использую Я их не использую Потому что Ну да Естественно Потом все Можно продать В магазине Но в данный момент В раннем доступе Можно провернуть Такую фишку Что Вы Первый заход На карту Выносите Некоторое количество Оружия Для того Чтобы его Починить Потому что Пока Функционал Внутриигровой Не позволяет Его починить Потом Вы берете Снова Это оружие На новый Заход на карту И когда Вы второй раз С ним Возвращаетесь С карты То тогда Оно становится Починенным Это вот такой Глюк в игре Просто вам Рассказываю Ну естественно Что скорее всего Это так работать Не должно Плюс Что Надо сказать Оружия Много Его можно Модернизировать Но Пока В раннем доступе Его функционал Очень сильно Ограничен Сейчас Вот Например В момент Раннего доступа С версией 0.3 В магазине Steam Основной упор Делается на оружие С Голушителями Перед тем Как выйти на карту Вы получаете Меню В котором Вы можете Набирать С собой Какие-то Полезные вещи Во-первых Все начинается С того Что вам нужно Выбрать Чемодан Переносите Его В ваш Инвентарь Естественно Вы можете Его кастомизировать Каждую Отдельную Ячейку Этого Чемодана Можно Кастомизировать Ну и Можно Использовать Конечно Дефолтный Но Надо Понимать Что в этой Игре Механика Устроена Очень хитрым Образом Потому что Если вас Атакует Большое Количество Противников Скорее всего Вы будете Бежать Так вот Когда вы Бежите Если у вас Высокий Класс Вашего Чемодана Элементов Вашего Чемодана То Чемодан Вас защищает От пульса Спины Ну С какой-то Определенной Вероятностью Не знаю Будет ли Это В релизе Или нет Но Вот Так Оно На данный Момент Есть Естественно У меня Много Ригов Много Элементов Чемодана Я могу Набить Туда Все Что Мне Нужно Много Оружия Да Естественно Есть Оружие Которое Не теряется После Вашей Смерти По умолчанию Но Очень Плохое Вот Написано У меня Это Автомат И Дробовик Их Количество Бесконечное То есть Если я умру Они так и будут У меня Вначале Я их не теряю И прокачку Не теряю Есть Короче Определенный Набор Оружия Начиная От Сабмашинганов Потом Есть Ружья Есть Тяжелые Ружья Есть Снайперские Винтовки Есть Антитанковые Снайперские Винтовки Есть Дробовики Есть Пистолеты Есть Пусковые Установки Для Гранат Ну И так Далее И тому Подобное Я думаю На релизе Количество Оружия Будет Увеличено Это Естественно Потому что Конкурировать Старковым Будет Сложно Наверное Так Вот я Обычно Беру С собой Пять Каких Да Существует Три вида Аптечки Легкая Средняя Тяжелая Я беру Вот пока Пять Штуц Которая Легкая Потом я Должен Выбрать Оружие Оно у меня Уже Выбрано В данный Момент Я беру Сагнум Револьвер Который Использует Патроны 357 Калибра Точка 357 И СВД Которые Используют Патроны Как они Называются То у нас Они у нас Называются 7.62 На 54 Р Для Снайперских Винтов Выбираете Какое-то Количество Эти Патронов И вот Вы видите Под пиктограммой Оружие Что количество Патронов Увеличивается Вероятнее всего Все как бы Будет варьироваться От того От ваших целей Вместе Но я просто Хочу вам показать Как выглядит Забег В зону Ну а вы Перемещаетесь В рейде Рум То есть Комната Отправки Здесь вы можете Приглашать Игроков Если у вас Есть друзья В стиме Можно с ним Побегать По карте Можете Также Нанять Рекрут О котором Я вам Говорил Ранее Начинается Отсчет Так вы попадаете на карту В точке Высадки В данный момент У меня Это кладбище У меня есть квесты Где я должен Что-то собрать Я должен Например У меня квесты Получить Некие Детали Определенного Типа Ботов Собрать я должен Рывчатку Квесты Обозначены Справа Вверху Ну и там Помелчи Еще Долго Собрать То что Выпадает Достаточно Глупые Они Реагируют Только На Путь Серьезное Приближение Но при этом Они Достаточно Жестокие То есть Выжить В прямом Столкновении С большим Количеством Вам Вряд ли Удастся В данный момент Европанцы Воюются Звяпанс Вот И будут Вот Они в данный момент Меня не замечают Для того чтобы Они меня как-то Заметили Я должен Либо по ним Выстроить Либо близко Куда Идем На карте Есть места Где лежит И лучше Надо искать Естественно Поиск и определение Лута Занимает Время В данный момент Меня можно Атаковать Луту Ну как Старкот Есть Мелитная Атака Которая Ну Типа Она Делает Незаметный Удар Но Естественно Я думаю Что это Поправит В момент Когда игра Выйдет Из раннего доступа Если я долго Задержусь На карте Или слишком Интенсивно Буду Забирать Лут То за мной Вы Шлют Убийц Которые Будут Меня Постоянно Преследовать Скорее всего Убьют И я не смогу Выйти с карты С лута В данный момент Я убил терминатора Который Выбросил немного лута Который я тоже могу Собрать Но это детали Каждая из которых Могут быть Либо предметом квеста Либо просто Полезным лутом Который может Продать за день Естественно Здесь есть Система Хитбокс Так Я уберу С кнопки Где же Где же Где же У меня Так Дефолт У меня не было На кнопке Милишной атаки Вот есть Милишная атака Отделена Кнопка В Да И почему-то У меня Включилась Музыка Которая Абсолютно Не нужна Не нужна Не нужна Музыка Здесь Лицидионная Так что Если вы Планируете Выкладывать Что-то На ютуб То ютуб Будет Вас В блочке Видео Ну У нас Здесь Выбыл нам Человек Вот У меня Были Элементы Иборги Которые Иногда Являются Предметом Квеста Танк Очень похоже На Танк Т-90 Который Убить Очень сложно Без специального Оборудования Есть Большие Роботы Микки Которые По-моему Тоже Я не знаю Европанцы А не Лизиопанцы У них Очень много Хитпоинтов И убить Их Не так Просто Здесь Есть Геймплей По крайней мере На начальном Этапе Складывается Из того Что нужно Прятаться И собирать Лут Вступать В перестрелки Нужно Ограниченно То есть Либо Боты Которые Являются У вас Предметом Квеста Или из них Что-нибудь Выпадает Либо Ну Какая-то Специальная Миссия В рамках Которой Вы должны Что-то Будете Вынуть Определенно Я могу Покопаться Да Естественно Когда боты Убивают Друг друга После них Остается Лут Который Я тоже Могу Собрать Вот Вы видите Например Есть Ломанное Оружие Но у Меня Нет Элемента Да Естественно Что Надо Сказать Что После Смерти Ботов Или Любых Не знаю Там Танков Всего Чего Угодно Лут В игре Не остается На земле Бесконечное Количество Он исчезает Причем В данный Момент Сделано Так Что Из Каких-то Суровых Ботов Лут Исчезает Быстрее То есть Если вы убьете Большого робота Или танк То Лут Исчезнет Достаточно Быстро То есть Надо Планировать И атаку И время Подхода Удобное Чтобы Забрать Весь Лут Так Что У нас Я взял Два Элемента Ящика Естественно Я могу Посмотреть Во время Игры У меня Сейчас Лежит Латч Лут Бокс Который Умещается В Большие Панели Для Больших Элементов Лута Значит Вероятно Я так понимаю Что Авторы Будут Продавать Ключи Для Таких Боксов Но Он В магазине Стоит Достаточно Большое Количество Денег И Есть Запечатанный Ящичек Из которого После Миссии Если Я его Вывезу Я получу Определенное Количество Лута Может быть Оружие И все Что Угодно Так И Вот Ящичек С Которую Я могу Собрать Аптечки Но Здесь Все Время По Разному Как И В Таркове Здесь Элементы Того Что Вы Собираете Они Варьируются От Аптечек До Полезного Лута Элементов Естественно На Релизе Это Все Будет Как То Приведено В Соответствие Но Сейчас Это Просто Лютый Разбор Надо Понимать Что У меня Все Практически Из Половины Карты Враги Бежали За Мной Мне Приходилось От них Отбиваться Постоянно Графонии Вы можете Оценить Сами Не знаю Ну В общем-то Игра Называется Вечная Зима Вероятно Здесь Произошла Какая-то Ядерная Катастрофа И Вода Испарилась Означает Что Снега Зимой Не будет А будут Только Замерзшие Строения Покрытые Инием Иния Здесь Нет Это Уничтоженный Танк Насколько Я помню Из него Уже Исчез Весь Лук Да Огонь Здесь Не является Декорацией Если Я попаду В огонь То У меня Будет Уменьшаться Уровень Здоровья Также У меня Есть Слева Внизу Это Питограммы Какое Оборудование У меня Есть На четверочку У меня Я использую Аптечки А с помощью Тройки Я могу Уменять Тип аптечек Которые Лежат У меня В инвентаре Если Они у меня Есть Надо Учитывать Что Если Я собираю С карты Аптечки Я могу Я могу Их Прямо Сразу И Уменьш Уменьш В инвентаре Но есть турели, которые можно выставлять один раз, которые атакуют противника. Есть взрыв, который вы выставляете, привлекаете внимание, к нему подходит бот, он взрывается. Это замедленная такая штука. Но оно как бы... пока негде его использовать. Есть еще так. Есть еще вот такие вот глюки. Сейчас попытаюсь воспроизвести, и все получится. Получалось. Почему-то не сейчас. Да, вот есть вот такие глюки. Я так понимаю, что вот здесь вот боты, которые не стреляют, они вас не будут замечать. Так что вы можете лутать сколько хотите. Таких мест в данный момент очень много. Должно сами понимать. Вот так вот вы можете передвигаться как-то, но это все не задокументировано. Да, естественно, когда вы передвигаетесь на корточку, края-радиус обнаружения вас, он значительно сужается. Разно, они разноплановые, но более того. Вот есть, например, танк, который, судя по всему, забаговался. Он здесь не должен быть. Вот так будет. Вот лут с мертвых ботом. Которых здесь достаточное количество. Которых здесь достаточных. Это не сделает отличие. Такая игра, конечно, глючит, подглюкивает, но вроде лута не оставляют. Есть точки на карте, которые можно скрыться, и в которых они просто исчезнут в дефолтную позицию. То есть забежал, например, за горочку или вышел за какие-то границы карты, и оно все восстановилось. Да, если вы пытаетесь уйти... Закусите с Европарца. Да, слева, вверху экрана, в левой части расположен мой рейтинг у фракций. Естественно, он меняется, когда я кого-то убиваю, а кого-то не убиваю. Весь лут можно продавать в магазине, как я уже говорил, он может быть предмет. Да, у персонажей есть в характеристиках, то есть разные персонажи, разные герои, из которых я играю, они разного расстояния определяют местоположение того, что я могу взять с карты. У некоторых это удвоенное, у некоторых наоборот, половину расстояния. То есть вот эти квадратчики, которые видны, они будут появляться у каждого персонажа, персонажей по-разному. Мало того, что это расстояние еще будет у некоторых персонажей меняться, когда вы повышаете уровень престижа. Так, у меня два ящика, а что-то здесь что-то будет. Тевьё, как и такое. Планки Пикатинни. На некоторое, ну, как вы понимаете, кастомизация оружия, она выполнена здесь достаточно неплохо, но она не работает корректно в данный момент. Так, а вот здесь вот хлебное место внизу, тут можно подержать какой-то ящик или вода. Они запущились на золото. Тут уже подержим. Дешевые универсии университет приходит. Уже. у меня осталось только немножечко маленький надо мне сдвигаться в сторону я проспала как обычно где-то еще была вода здесь можно буду выносить вероятно лут должен быть привязан именно к тому кого я убиваю говорил ранее в данный момент это полный вообще рандом вот лежит вода один бочонок воды из 3 discovery плане у то большое который является на самом деле более ценным мелкий лук или неспокойно ой а здесь танк стоит меня убьют да все элементы управления работаю здесь пока учили кривого вверху компас который обозначает градус И вот у меня сверху Обнаружены у них большие враги Разные, либо место эвакуации Я знаю, где есть место эвакуации Выбираю точку захора на карту А место эвакуации будет С другой стороны Еще какой-то надлежит ящик Который мне не особо и нужный Исчезнет в течение нескольких секунд Очень быстро исчезнет Ящик здесь нет, это ящик Опа, у меня могут услышать Там война происходит У меня могут не выпустить Потому что у меня экстракция В рамках эвакуации Здесь я даже кого-то мог бы подстрелить Собрали какой-то лут Квест у вас справа написанный Квест можно выполнять, кстати, не за один заход Мне нужно было вынести взрывчатку У меня в данный момент сейчас одна из двух И это значит, что я на какой-то карте уже одну вынес Я просто нажимаю И перехожу в город Так, что здесь можно посмотреть на этом, на этом, на этом, как бы, экране Здесь можно посмотреть брифинг миссии Лут, который я получил во время миссии И состояние квестов, которые я, типа, выполнил, не выполнил Один, типа, у меня выполнен Я перехожу в город Итак, значит, у меня есть мишнут То, что я вынес из миссии Я могу это перевести в свой сундук на базе Прон, как бы, самогу У меня в луте есть ящик, который называется Силт Гача Бокс Который я могу открыть Если я выношу из миссии несколько таких ящиков То я каждый из них могу открыть Либо по отдельности, либо вот здесь открыть, как бы Во время мишн лута Патроны я получил Еще патроны получил Вот какой-то автомат Еще какой-то автомат Пулемет Обвес Еще обвес Я могу посмотреть, что это вообще все такое Я типа, нажму дам и перемещаю все в свой схорон Значит, за хард Квесты здесь Смотрю сначала квесты Вот у меня какой-то один квест выполнен Я могу его получить За него награду За него мне дадут Эквипмент То есть какое-то устройство, которое позволяет мне Выше прыгать 600 опыта Один день воды у меня прибавится за выполнение квеста И репутация для какой-то фракции Естественно, на начальном этапе Потому что квесты генерятся здесь Они постоянно генерятся Их будет постоянно большое количество Можно воду восполнять не вынося с карты А просто выполняя квесты Тут за определенные квесты дают два или один день воды Допустим, я хочу получить награду Получил награду Теперь я иду к продавцам И могу что-то продать Вот, например, я получил несколько оружий Которые у меня будут дублироваться Я их сразу продаю Например, у меня есть три одинаковых автомата Я выбираю автомат И продаю его Два пулемета одинаковых В принципе, конечно, их можно прокачивать Когда теряете один Заменять его другим Но я так не делаю Потому что на этом раннем этапе Это бесполезно Скорее всего, это пять раз переделается Просто, чтобы показать, что такой функционал есть Так, теперь у меня есть мусор, который я вынес с карты Каждый из которого я могу тоже продать за день Нежата продаю все, что есть Кнопки продать все Пока нету Кольца выручена Некоторые дорогие Некоторые Каждый из этих предметов, кстати, может являться предметом квеста Но даже если вы выполняете квест с этим предметом Просто по количеству То он у вас в инвентаре остается И продать его можете Но Если предметом квеста является, например, сбор каких-нибудь штук С карты Даже если они у вас есть после прошлого прохождения А вы выбрали новый квест То вам придется их заново получить То есть игра учитывает то, что вы получаете с карты В момент того, как вы получаете с карты А не то, что у вас есть в инвентаре Так И есть у вас специальное оборудование На данный момент доступное Это устройство, которое помещается Когда вы выбираете раскладку на миссию Вы можете выбрать некие предметы Вот, например, пушка Вы должны ее взять с собой в большой отсек Она будет его занимать Вы выкладываете ее на карту Ну, используете на карте Ставится 20-ти миллиметровая пушка И она автоматически работает Есть лампа, которую вы можете поместить Она будет светить вам Не знаю, где это использовать Но есть темные карты, на которых нужно посветить угол А также есть в данный момент радар Тактический Тактическая камера Она несколько изменяет вид интерфейса И вы можете видеть сквозь стены И можете видеть редкость лута Но пока тоже не работает в полном объеме Так Дальше продаем Что еще я могу продать? У меня еще есть вот ящик Который, вероятнее всего После того, как игра выйдет из раннего доступа Для него надо будет покупать ключи Или что-то в таком роде Ну, как-то ментизировать игру надо Они достаточно дорого стоят То есть оружие, которое я выношу Испорченное будет стоить 2-3 тысячи Хорошие там От 10 там до 12-13 А вот ящик по умолчанию Стоит 15 Также есть вода Я могу ее И я продать ее не могу Но что я могу с ней сделать? Я могу прибежать на базе Вместо обмена воды Вот у меня сейчас 38 дней И я говорю, что я хочу обменять вот эту вот Бакалашку воды На дни То есть у меня сейчас 38 Я нажимаю У меня становится 39 Так я могу накопить до 55 Но, как я уже говорил Можно купить еще там 2 улучшения на 20 И 25, по-моему, конечно В общем, такой вот Тарков Пару слов скажу По поводу того Стоит ли вообще В это сейчас ввязываться Или не стоит Во-первых, я уверен Что будет большое количество вайвов То есть будут сбрасывать прогресс Будут какие-то, вероятно, выходы обновлений Когда, как в Таркове Предыдущий прогресс Будет несовместим с новым опытом Который вы можете получить в игре Поэтому будут сбрасываться Во-вторых Уверен, что изменений будет много Кому я это могу порекомендовать Вероятно, людям, которые будут Которым очень нравится Острая конкуренция за ресурсы на картах Как в Таркове И, скорее всего, тем Кто может брать с собой Двух или трех друзей У кого есть друзья Кому неинтересно играть одному Кто предвижу Большое количество читеров Когда режим Плеер versus плеер То есть игрок против игрока Будет доступен в полном объеме Таркове с читерами Борется фигура Не знаю, как будет Игра в данный момент В стиме стоит 900 рублей В регионе Ру Авторы говорят Что пробудет она в раннем доступе Как я говорил в начале видео Около года Но все зависит от того Будет ли обратная связь от игроков И как они смогут улучшать геймплей Ну и естественно Какое количество предзаказов Они получатся Потому что без денег Точно ничего не завертится Стоит ли ее вообще сейчас покупать Где-то за неделю до релиза Я прочитал информацию Что игроки в момент релиза Планируют брать за нее В районе 50 долларов Но это в регионе Европа То есть 50 евро в регионе Европа И 50 долларов в регионе Североамериканских штатов Естественно С поправкой на все регионы Цена увеличится 900 рублей Это не так и много Но и контента в игре Не так и много С той точки зрения Что некоторые Например ветки квестов Не работают Правильным образом В данный момент Сам искусственный интеллект В игре не работает Правильным образом Ну вот как я уже сказал Два типа игроков Которым эта игра зайдет Во-первых Это игроки Которые любят Острую конкуренцию С другими игроками Это первый тип За ресурсом На небольших Относительно картах И второй тип игроков Это те кто любит Играть с друзьями Ну и на этом Пожалуй В данный момент Об игре Вечная зима Все До встречи в новых видео